Три, тридцать два, двадцать четыре, да, вот он. Читайте санскрит, кто видит? Хорошо, повторим по слову, яда, когда, ася, преданного, читтам, ум, артишу, в объектах чувств, самишу, тот же самый, индриявриттибхи, деятельностью чувств, да, не, и грех нати, замечает, вайшам ям, разницу, приям, приятного, а приям, неприятного, идти, таким образом, ута, безусловно. Перевод текста ум, ум возвышенного, преданного, тут описывается ум возвышенного, преданного. Помните, Багаладите, 16 глава, демонические, божественные натуры, там описываются мысли демона, Кришна описывает их внутренний мотив, причину деятельности, а здесь описывается ум преданного, сейчас. Что это за ум такой, преданного? Потому что преданное служение должно тоже совершаться в уме, не только при помощи тела, но и также при помощи ума. Ум возвышенного преданного достигает равновесия в чувственной деятельности, равновесия. И преданность становится трансцендентным к тому, что доставляет удовольствие или вызывает неприязнь. То есть, ум как раз реагирует на вещи приятные и неприятные, и реагирует очень сильно. Можете ли вы долго что-то делать, если вам неприятно? Очень трудно, очень трудно. Можете ли общаться с человеком, который вам неприятен долго? Очень трудно. И вы можете не замечать часов, если кто-то вам очень дорог, приятен. Это ум, это его сила. Приятно, неприятно, а очень могущественный фактор для ума. Ум – это некое такое давление. Мне что-то не нравится, мне плохо становится, все полностью плохо становится. Весь мир, все вокруг, не привлекает, не нравится, но все – обижен человек. Бывало такое, что вы обижаетесь на одного человека, и все кажется плохим? Это ум. Это он дает такое настроение, как будто, знаете, сравнивается в Бхагавадхиде. В комментарии Парупада говорит, что подобно тому, как кусает змея и впрыскивает яд. И сам укус, как будто бы он не очень страшен, правда же? Если нет яда, змея может укусить, но не страшная вещь. Немножко неприятный заживет, но когда впрыскивается яд, смертельно. Вот это сравнивается с функцией ума, который наполнен желанием приятного и неприятного, то есть вожделения. Он видит что-то неприятное, как будто яд впрыскивается, и все вокруг плохо. А здесь описывается ум предного, который сравнится со змеей, у которой вырваны зубы. Все, она уже просто игрушка. Я видел. Такую видеозапись мне прислали, что маленький ребенок сидит, буквально его пытаются кусать кобры, бросаются на него, большие змеи. Но там нет зубов. Он просто играет с ними. Не бросаются на них, так и так играет. Не опасно. Вот здесь описывается, что есть такая опасность, когда в ум проникает эта двойственность, вот что-то приятное и неприятное, друг и враг, к чему приводит эта концепция, к вражде. Человек чувствует себя, вот клокочет чувство злобы, он хочет отомстить. Или наоборот, что-то приятное, он сильно хочет приобрести, столько усилий, столько иногда времени требует человек, чтобы что-то приобрести, что ему очень дорого. Устроить свою жизнь, быть лишь как он хочет, чтобы было приятно. И люди всю жизнь работают на это, всю-всю жизнь просто, ради приятного комфорта. И всю жизнь, бывает, посвящаясь, чтобы кому-то отомстить еще. То есть эти две вещи приятные и неприятные, ведь очень могущественные, очень сильные, они влияют на нашу жизнь, на наши поступки. Здесь же говорится, что преданного нет этого. Но он становится трансцендентом, что приятно и неприятно, его не затрагивает, как бы яда нет в этом. Но ведь приятно и нейтрально к этому относятся. Ведь неприятно и тоже нейтрально к этому относятся. Есть три на самом деле вещи. Тригуны, да? Знаете, все изучали. Тригуны, материальные, природы. И невежество. Страсть и добродетель. Обычно приятно-неприятно это состояние страсти. Это двойственность. Что в невежестве все равно тоже. Человек, если в полном невежестве, вы знаете, ему тоже все равно. У него либо все друзья, либо он тут же может вас забыть. И он в таком состоянии, знаете, тамаса, да? Безумие некого такого. Или ленности глубокой. Безразличие ко всему. Поэтому его не задевает тоже эта двойственность. Потому что он просто отупел от тамаса. Поэтому тамас мы отвергаем. Нельзя быть равнодушным к жизни. Должны переживать. Беспокоиться. Иметь стратегию, план своей жизни, успеха духовного. Стараться работать, трудиться. То есть в гуне страсти мы пребываем в деятельности. Но к самой гуне страсти, к его проявлениям, как к плодам, мы относимся нейтрально. Вы много работали и заработали много денег. Ну и что нейтрально к этому относитесь? Ни о чем не говорит. Одни еще означают, что вы успешны в жизни. Вы много работали и мало заработали. Тоже к этому нейтрально отнеситесь. Это не имеет большого значения. Как-нибудь проживем, так? Что-нибудь мы, Кришна даст нам. Мы стараемся просто что-то делать. Кришна в Гите говорит об этом. Сражайся, но не думай о победе или поражении. О плодах. Не думай об этом. Думай об исполнении долга. Вот эта позиция долга. Лидхармы. Делать человека выше приятного, неприятного. Правда же? На долг выполняем, даже когда неприятно. Бывает, что долг нужно выполнять неприятный. Знаете, медсестры в госпиталях, когда ухаживают за больными, тяжело больными, им приходится делать неприятные вещи, привязывать раны, убирать за ними отходы. Они не способны выйти, даже подняться больные люди. Лежат, страдают им больно. И они полностью их там моют и кормят, и заботятся. И вещь неприятная. Но многие религиозные люди рекомендуют это делать. Идти туда братом, медбратом или медсестрой, чтобы вот выйти за пределы приятного и неприятного. А просто из сострадания, из долга, вот совершать служение. Научиться этому. Человек грязный, больной, там запах от него, может быть, там гниет у него нога, там или что-то еще. Или он, может быть, там кричит, там стонет всю ночь, вне до твоего покоя. А у вас сострадание, у вас выше этих чувств, приятного и неприятного. Потому что обычный человек, он думает, ой, не, в больнице не надо, не надо, уходи отсюда, уходи, уходи. Там страшно, страшно, там неприятно. Кто-то, наоборот, идет, дай, помогает людям. Это примеры. Бывают приятные заведения. Там у них и вино, и женщины столько приятного. И туда много народу хочет прийти, заработать деньги, чтобы наслаждаться этим. Приятная греховная деятельность, видите, как устроено все. А неприятная аскеза. А у нас с вами совсем другой путь, путь аскеза. Больше мы привыкли контролировать чувства, думать о Всевышнем, о своем долге, о смысле жизни. Это сад вагуна. А на начале как яд. Учиться будет трудно, да, если мы идем в Гурукулу, там, где-то. Дисциплина, там, вот такой порядок, там есть своя аскеза. Но потом он переходит в нектар. Глубокое чувство трансценентного удовлетворения. Независимо, приятно или неприятно, в жизни все происходит. Дорогие преды, на это не говорю не только о Гурукуле. Касается на всех. Нам очень важно выйти на трансценентный уровень. Перестать себя отождествлять с телом. Мы с вами не русские, не американцы, не индусы. Надо это нужно понять в жизни очень глубоко. Мы с вами души, слуги Кришны. Не так, что это нация мне приятная, это нация неприятная, это я люблю, это я ненавижу. Это всю страсть, это все невежество. Здесь написано, ум возвышенного преданного другой. Как мне один ученик Павел Кришны рассказывал, что в ее ум проникла критика одно время. Начал только оценивать, кто хороший, кто плохой, кто такой, какой-то такой. Вот он в уме говорит, у меня это вращается, и мне так как-то тяжело. Но служение делаю. Продолжаю служение. Приезжает духовный учитель. Я даже на глаза ему не показываюсь, думаю, делаю служение и все. А он издали меня увидел, говорит. Сказал, такой-то, такой-то даст. Все, что ты делаешь, очень хорошо, но все, что ты думаешь, очень плохо. Он мне говорит, ты издали, сразу увидел, говорит. Это умонастроение. Следи за умом, еще нужно следить. Мы еще не просто делаем, работаем, что-то мы еще следим за всем умом. Тут говорится, ум возвышенного преданного. Это очень важно. Тут мне говорится, тело возвышенного преданного. Или одежда возвышенного преданного. Или дом возвышенного преданного. Или машина возвышенного. Или жена возвышенного преданного. Или деньги возвышенного преданного. Ум. Вот куда нужно смотреть. Там кроются вот наши ценности или наши вот проблемы. И обычно ум мы свой разоблачаем у себя дома в семье. муж жена родители дети вот там все рано или поздно откровенно все скажут так нравится что не нравится вот какой есть на самом деле я именно в семье себя проявляю храме я хороший сижу смирно молчу все и руку поставил на месте это тоже культура это тоже дисциплина но определяется культура человека не потому как он ведет себя в храме а как ведется в семье и в итоге если он ведет себя дома и в храме одинаково это возвышенный предок храме что мы чувствуем присутствие бога поэтому себя хорошо ведем и дома тоже нужно чувствовать присутствие бога создавать если мы это везде сознаем значит это ум воздушного преданта так написано также во второй песне бхагаватам насколько помню что если преданный поклоняется божествам с любовью и преданностью при этом конфликтует другими преданными он напрасно тратит свое время для чего он должен поклоняться божествам зачем долгое время предписано домохозяин ли это или пуджаре или прихожанин храм приходит часто вы и божества делать пожертвования молитву возносить зачем смысл в том что эти божества если мы все правильно будем делать садхану войдут в наше сердце вот зачем это не просто ритуал кришна в нашем сердце они выйдут наше сердце и тогда мы с вами увидим что эти божества сердце каждого преданного вот чем смысл этой практики вот такой чистый ум я запомнил как однажды один духовный учитель сказал в кругу старших вачнавов меня это врезалось просто в ум он сказал всем вачнавам что мы даже думать плохо не должны друг о друге думать то что слово плохое даже думать не нужно здесь описывается такой возвышенный ум такой чистый ум почитаем комментарий что группа ады то как проявляется трансцендентное знание и отрешенность от материальных удовольствий становится ясно из наблюдений за поведением преданного достигшего высшей ступени совершенства для такого преданного нет ничего приятного и ничего неприятного поскольку побуждаемым побудительным мотивом его деятельности является не удовлетворение собственных чувств чтобы он не делал о чем бы он не думал все его действия и мысли направлены на удовлетворение личности бога и так нравится ли это кришне или не нравится кришне вставать рано утром повторять джапу идти на наговор эти не всегда хочется делать но кришне нравится мне не всегда нравится иногда и устаю иногда тяжело подняться почему-то погода может еще что может настроение то я бы сам по себе не поднимался когда на утром мне нравится спать на у часов до 8 9 кто-то до 10 кто-то до 12 спит раньше до сознания кришне когда был молодым не нравилось до трех часов ночи бодрствовать в 12 часов вставать и не было свое садана но предами сказали нет кришне нравится другая садана мне пришлось подчиниться я вижу что это хорошо и для меня то что кришне нравится это полезно для всех неважно где он находится в материальном мире или в духовном его ум всегда остается в равновесии преданные понимают что материальном мире нет ничего хорошего здесь все плохо согласны плохо все материальном мире да но в горку ли должно быть хорошо это не материальный мир это школа трансцендентная школа должна быть здесь все плохо так как все в этом мире оскорбнено влияние материальной природы знаете что плохо одна преданная на нее напали хулиганы хотели отобрать сумку думали что там много денег и резко дернули она упала на землю за сумку дернули за шнур на котором она висела она упала на землю продолжали рвать от нее эту сумку но она была крепко из капронного шнура и таким образом не повредили ключицу она стала потом еще ударяна кого-то ударила в конце концов это люди то есть увидели но как-то закончилось и потом ее спросил ну как ты какой стресс вообще на тебя напали били тебя это хулиганы знаете вот не это боль которая испытала а то что меня вот ключицу поранили и ударили несколько раз не так страшно меня как больше все врезалась в память что мне ранило сильно это злые глаза этого человека ненавистные злые глаза и когда увидел его я был в шоке это вот какая скверно материальном мире в чем не в том чтобы это жарко или холодно а в том что здесь живые существа пронизаны завистью вожделением гневом раздражением вот чем скверно ведь вот чем он плохой если здесь встречаете вайшнава мир хороший если все будут вайшнавами духовными людьми иметь сострадание будет заботиться друг о друге любить бога природу это же хорошо мир хороший ведь но потерпеть жару мы можем нетрудно болезни тоже потерпим да все так живут мы готовы принимать такую жизнь какая есть но что же здесь такого плохого не выносим что все пронизано вот этой скверное вожделение завистью эгоизмом вот это есть называется материальный мир вот чем если мы будем занять мать занимать его в служении кришне мир будет духовный этот мир будет духовный он и был духовный изначально он пишет вот этот мир изначально строился как духовный под духовным законом сугубо материальными сделали люди завистливые жадные вожделеющие люди вот в чем скверно это не здесь все плохо в этом смысле представление материалистов о хорошем и плохом нравственном и безнравственном и так далее основаны либо на досужих домыслах либо на сентиментах на самом деле материальный мире нет ничего хорошего и наоборот духовный мир есть все есть абсолютно благо если мы даже вот крупицу духовного мира сюда привнесем и все очень хорошо будем чувствовать счастье духовное многообразие не имеет изъянов поскольку преданный смотрит на мир через призму духовного знания его всегда сохраняет равновесие это свидетельствует о том что он достиг трансцендентного уровня такой преданный не предлагая к этому никаких усилий обретает отрешенность в айрагию и знания гьяну и в конце концов к нему приходит истинное трансцендентное знание эти знания приводят не только от заучивания шлок знаний хотя вы как бы вот в вашем возрасте нужно учить память у вас есть поэтому память используйте заучивайте шлоки хорошо если говорится еще выше есть уровень когда это знание вас в сердце проявляется через вот это трансцендентное состояние ума сама открывается приводится пример когда солнце всходит вы видите глазами все без усилий даже запоминать ничего не нужно просто посмотрите и видите такой уровень тоже есть об этом здесь говорится а начинаем учиться именно при помощи запоминания осмысление что нам говорят что написано значит это слово о чем это кто такой бог что такой душа мы так изучаем этим подводя итог можно сказать что чистый преданный приобщается к трансцендентным качеством господа и в этом смысле становится не отличным от верховной личности бога вот такой уровень здесь описывается богу там быть на одном уровне с кришной на духовном уровне для чего кто ответил на вопрос для чего быть рядом с кришной на одной платформе зачем служить и для служи преданная очень хочет достичь этого уровня чтобы служить кришне такой прекрасный господь такой удивительный кришна хорошо вот у нас вопросы какие-то обсуждения вы описали вот этот уровень когда мы должны воспринимать с одной стороны как я только услышал дарма выполнения дат просто сказать нам делайте так порой человек чувствует чувство он не может контролировать какова методология реально кому навык харма это то что мы делаем в сознании кришны как это отличить от ритуала ритуала что-то делаем порой что-то делаем годами а сердце может не менять ритуал это может быть ритуалом да это может быть ритуалом даже ритуал это хороший ритуал а зависит от самого индивидуума будет ли он занимается ритуалистической деятельности или предан служением это уже как будет выбор внутренний с бага в этом говорит бога вот где-то говорит но человек выбирать ты сам на уровне ритуала торчи заслужит благочестие вырабатывает даже да если он создает кришна делать как ритуал хороший ритуал просто зайти храм в церковь вспомнить бога тоже хорошо но это выбор человека насколько он хочет быть близок к преданному служению кришне туда мы не можем вмешаться можем только как мы в самолете летим это наш самолет туда мы не можем вмешаться но можем дать наставление с земли допустим как-то это возможно но сам человек решает как управлять самолет то есть мы каждый управляем своим самолетом то есть нужно стать гос вами до гос вами управляет чувствами умом для того чтобы достичь кришны годов управляет другую сторону сворачивает но это уже самостоятельно почему люди вот слышат проповедь создает лично идут потом ресторан пить спиртное почему выбор они слышат знают но такой выбор здесь уже от самого человека как превратите ритуал во что-то живое это же сам человек может за него никто не сделает при этом смотрите вот кто-то предлагает божествам и он сознает там бога кто-то рядом стоит и не сознает для него это просто ритуал это просто индивидуальный сугубо индивидуально быть преданным или не быть преданным нельзя заставить и нельзя запретить дети кришном и душу ты не можешь не убить не заставить убивать душа свободна поэтому если хотите стать преданными становитесь преданными сходить что другого тогда будете кем-то другим имея все знания остается за нами выбор так в конце агиты кришна ты же выслушал все теперь сам принимай решение твой выбор это уже окончательная вещь последняя все знаем прошли все шастры есть практика есть духовный учитель есть инвестиция неравнодушно а ровно и тут же вы сказали что надо все равно жить продолжает когда много неприятностей жизни хочется быть равнодушным правда но мне дал наставление один воздушный вайшнаф он сказал главное не стать равнодушным в этой тратить трудности не стать равнодушным не стать им персоналист не опуститься в томос это преданное должны быть равнодушны вот взять допустим достоевского человек который думал о боге по-своему да там великий психолог там его до сих пор от достигают его творчество это такой титан знаете в области литературы он написал одну фразу сказал он не написал о нем сказали что он воспринимал воспринимал любое мировое зло как личное оскорбление самому себе вот так он чувствовал мир мне бы равнодушным это пример такого ума да вот как проницательного ума вы должны быть чувствительны конечно же сострадательны неравнодушны но не ради плодов деятельности не ради приятного неприятного мы живем вот к этому относимся одинаково почему но что есть более высокая программа хорошо пример аноман прыгнул на ламку помните а что он искал того титул он подумал когда придет на ламку он увидел там дворец раваны и там есть особый дворец планеты индры такой летающий в воздухе висел там располагался гарем его гарем там много жён было женщин прекрасных самых красивых со вселенной он там воровал и же правы но он подумал наверно нужно туда в гарем эти сита должно быть там он ошибся сильно потом потом себя как бы корил за это он пошел брамачарий ночью вошел в гарем женский а там они после гуляния все эти жены пьяные спят побраздет и всякие там описывается рама или и хануман каждую смотрел в лицо рассматриваю чтобы найти ситу при этом не освернился почему не освернился потому что искал ситу думала сити эти чем делать он может быть выше не ниже в равнодушие а выше может быть это есть сознание